Почему? Вождь становится смешным и жалким. Когда его стая перестает воспринимать, он становится смешным и жалким. Как только он промахил, Акела промахнулся, значит стая должна его убить. Это закон Орды. То же самое происходит в правителях. Это вот социальная психология. Мы переносим на наш язык. Как только стая видит, что вождь не справляется, более того, из-за вождя вот эта вся неразбериха, Почему я говорю, что фактически конец Зеленского, вот уже весна, возможно. Это уже конец Зеленского. Вы верите в то, что он досрочно покинет свой пост? Я думаю, да, потому что сейчас все связывает с Зеленским. Зеленский на себя перетянул все бразды власти. Он взял весь парламент, его монобиль 6. Он законы принимает. Значит, то, что мне плохо, это его законы. Дальше, это он строит дороги. Значит, все плохие дороги, это он. Железная дорога, это его люди. Лещенко, это его человек. Значит, все, что в железной дороге плохо, это он. Хорошие никто не будет замечать. Дальше сам Зеленский. Смешно выглядит. Смешно. Это он. И так далее, и так далее. Взятки продолжаются? Они будут продолжаться. Но теперь мы будем их связывать все с Зеленским. И Зеленский так же разрушается, так же, как и любой диктат, а только гораздо быстрее. Через 3,5 года, возможно, возникнет еще какой-то претендент. Мы не знаем. Я могу точно сказать, у кого нет шансов. Нет шансов у Медведчука и прокремлевских, и будкостроителей. Вообще никаких шансов. Они сколько денег не будут вкладывать, их потолок 15%. Нет шансов у Батьковщины с Тимошенко. Это потолок 5%. И нет шансов у Порошенко, который со своим потолком 12-15%. И вот этим махровым патриотизмом, Томасом, ходячими патриотами, они все больше и больше будут напоминать нам трупы. Которые, так сказать, вылезли неизвестно откуда-то и куда-то залезли. Вот как эти поросюки и все прочие. Продолжение следует...